Чтобы бурно выразить свое негодование, но не пострадать от собственных негативных эмоций, понадобится кое-какая защита. Это шлем, специальный костюм, именуемый здесь Каспером, и перчатки. Все это поможет не пораниться осколками. Считается, что облегчение и разрядка наступают даже от одной разбитой кружки. Но я попробую кое-что потяжелее. Комнаты Гнева Галепар, запуская в полет шкаф, рассказывают учредители новомодной комнаты. А вот главное по тарелочкам все же женщины. Вы представьте, вот дома покрушить все. Потом, во-первых, это все же надо и убрать. А во-вторых, потом получить еще нарекания от мужа, то, что что-то разнесло мне здесь всю хату, ну как-то не очень. Да, новый стресс. Поэтому вот люди могут прийти, можно и своим также прийти, как бы разбить все это. Можно с фотографией мужа, начальника там и так далее. То есть у нас ограничение только одно. Во-первых, люди в алкогольном опьянении не допускаются, под наркотическими действиями также не допускаются. И, естественно, категория 18+. При входе в комнату Гнева нужно лишь заключить договор, в котором прописано, что претензий дебошир, в случае чего никому не имеет. Ну а меню бьющихся предметов достаточно обширное. В комнате для борьбы со стрессом сервиз на 12 персон. По примеру, Нины можно разбить за 350 рублей, разнести в щепки шкаф за тысячу, монитор за 700. Ну а как разбираться со всем этим добром, клиент решает сам. На выбор – бейсбольная бита, кувалда или гвоздодер. Сеанс крушения, кстати, под любимую музыку, длится час. На выходе утверждают завсегдатой никаких обид и злости. Правда, некоторые психотерапевты считают, что комнаты Гнева усугубляют нервное напряжение. Другие, напротив, утверждают, что это вполне цивилизованный выход накопившемуся негативу. И, к тому же, безопасный для окружающих.